Всем привет! Мы в Варшаве сейчас с Русланом. Елена в школе, первый день. Проснулась она где-то в 8 утра. Ой, в 8. Проснулась она где-то в 7 утра, потому что к 8 сегодня ей в школу. Я её отвела, и мы с Русланом поехали. У него сегодня повторная сдача документов, он сдаёт в Уженде. Сначала мы едем с ним в этот... писать заявление, отдавать заявление на то, что к нам вернули наши деньги из банка. Нам нужно ехать на обозу, в общем. Сейчас поедем снова на трамвай. Что-то столько людей, так не люблю снимать, когда много людей рядом. Так прячусь. Ещё ветер дует, знаете, сейчас может опять шуметь. Мы сейчас пришли на обозу. Сейчас иду в школу за Миленой. Я как раз успеваю её забрать. Но у меня была договорённость, что если я не успею с Варшавы приехать в Милену забрать, то она придёт домой к этажине. Сама. Там идти одну минуту от школы. Сейчас как раз я только что вышла с электрички и иду домой. Сейчас в электричку садилась за одну минуту. Руслан меня быстренько туда побежал, билет купили мы. Побежали быстренько. Я запрыгнула и мы поехали. Ну, чтобы не ждать. Потому что ждать нужно было бы ещё 20 минут. И 20 минут ехать. И в школу бы я не успела. Ну, Милена, может быть, и сама пошла бы домой. Но мне не хотелось. Вот. Поэтому сейчас... И в общем, сдали мы документы все. Которые нужно было нам сдать на то, чтобы нам вернули деньги. Приняли у нас то заявление. Паня сказала... Она сначала дала нам бумагу, которую мы должны были заполнить. Мы показали, что у нас есть заявление, в котором всё указано. Куда нам что надо вернуть. И она сказала, ну ладно, я так приму вас. И сказала ждать один или два месяца возврата денег на счёт. Вообще так много. Ну, в общем. Это дело сделано. Руслан поехал в Ужон. Дальше. У него сегодня день. Ну, там в течение двух недель надо было сдать ему документы, туда донести. И вот он понёс. В субботу у Руслана назначено на 8 утра в каком-то городе соседнем обучение. Ему там фирма оплачивает обучение. И, в общем, мы когда там у Катажины спрашивали в гостях, были вчера. Ну, где это находится, в общем, как туда проехать и так далее. В общем, её супруг любезно пригласил Руслана прокатиться вместе с ним. И, в общем, они договорились, что он Руслана отвезёт. И потом Руслана заберёт обратно с учёбы. Потому что он сказал, что в субботу там вообще ничем не добраться. Очень трудно. И сказал, не, без проблем. Отвезу и заберу. И, в общем, получается, что из-за того, что одна барышня дала неправильные реквизиты, у нас произошла вот такая проблема. Понимаете, да? То есть, вообще, так непонятно мне, зачем она эту бумажку дала, я не знаю. Руслана, когда сегодня будет в Женде, он подойдёт к ней и спросит, зачем она дала эти реквизиты. Она сделала проблему нам. Во-первых, чтобы добраться туда, да, это Варшава. Это надо везде петлять, знать маршруты и так далее. Но мы, конечно, не то чтобы там расстраиваемся или ещё что-то. Но просто так дела не делаются. Если ты работаешь на своём месте, ты должен чётко знать всё, что ты делаешь вообще, и какой вред ты можешь нанести людям. Это относится к любой профессии. Вообще, чем бы ни занимался, ты должен понимать, какой вред ты можешь нанести людям своей работой. Даже вот такой вот простой, казалось бы. Потому что надо поехать, выделить время, пропустить работу. Если ты пропускаешь работу, это идут финансовые потери. Соответственно, поэтому имеет место быть вот такому факту, что человек может плохо работать на своей работе. Вот и всё. Ну ладно, иду за Миленой в школу, уже пришла. Там сейчас, видимо, перемена, потому что дети кричат. У нас идёт дождь. Ой, так тепло. Я сюда надела свой костюмчик белый. Так мне в нём уютно, тепло, хорошо. Не мёрзну. Я в тот раз намёрзнусь. У меня сразу, когда замерзаю, у меня на лице какие-то прыщи появляются от холода. Вообще ужас. Мне нельзя мёрзнуть. Я уже дома. Я уже поспала. В общем, не знаю, что ли бы я так устала, либо погода. В общем, знаете, пришла домой, пообедала после поездок. И мне так легла под одеялко. Так тепло, хорошо. И полчаса, в общем, я поспала. Я вообще так-то днём не сплю. Но мне что-то так захотелось. Сейчас иду на встречу с Русланом. В рюкзаке несу сэндвич. Он голодный, наверное. Но он ещё не знает, что я ему несу. Я позаботилась о нём. Иду к нему на встречу. Мы сейчас пойдём в интернет. В этот плей. В общем, получилось так, что мы 10 февраля пополнили счёт этого плейя на 30 злотых. И вчера уже деньги закончились опять. Ой, на какой 30? На 50. И опять деньги закончились. Идём разбираться, я не знаю. И, наверное, пойдём в Оранж узнавать насчёт Кабельного. Мы сейчас идём с ним на встречу, чтобы решить этот вопрос. Потому что я не могу проводить собеседование. Я сегодня проводила собеседование. Это был кошмар. Через скайп это вообще ничего не было слышно. Ужас. Вообще. И мне перед кандидатами неудобно, когда такая связь. Они «А? Что? А? Что?» И я так же. «А? Повторите?» Издевательство какое-то над кандидатами. Честное слово. Я отменила всё собеседование и сказала, что по техническим причинам я сегодня не смогу никого принять. Вот такая у меня проблема. Иду её решать. Милена сегодня первый день принесла две пятёрки уже по английскому языку. Пятёрка была за тест, который они делали. Учительница её похвалила. И кто-то из девочек сказал, что Милена лучшая в классе по английскому языку. Но не знаю. Я не знаю уровень других детей. И она попросила, сказала Милене, завтра ты мне почитаешь. А Милена говорит, зачем завтра я могу сейчас вам почитать. И она почитала. В общем, получила ещё пять с плюсом. В общем, две пятёрки она сегодня уже принесла. Такой у неё первый продуктивный день. Со среды у неё начинается дополнительный польский язык. В среду один час и в пятницу один час. Она будет с учителем индивидуально заниматься в школе польскому языку. Сейчас пока жду Руслана. В общем, прошли два парня мимо меня. Они говорят на украинском языке. И первые слова, которых я от них услышала, это маты. Когда я услышала первый мат, я поняла, что русскоговорящая. А когда услышала шо, поняла, что с Украины. Интернет до 80 Мбутов на секунду. До этого номер телефона. Там есть 7 ГВ, но большего не можем. Это так, это сумка пакетовая. Это 1000 ГВ. Умова есть на 24 месяца года года. Дев² месяца года, пока... Позже мы уже начислим. Это так 80 Мбутов, а теперь там ифактуры, логови с картосомаркетинговое это 8 10 Мбутов. И квот 10 Мбутов дадим 80 Мбутов месяц. До этого достижного васidet в месяц за 0. Мбутов. То есть 200000 Мбутов, что это? Что, просто кто-то, не знаю, украинцы your телефон. И не может вложить 250 Мбутов вы звонить в талон. Смотрите, что осталось у нас от торта. Половину съели. Ребята, что хотела сказать самое интересное. Сегодня, когда мы были в Оранже, предварительно мы отказались от услуг Плея. Пришли в Оранже заключать договор. Нас обслуживал там один пан. И за соседним столиком пришел и сел пан из компании Плей, который нас обслуживал. Представляете, он не пользуется услугами своей компании. Он пользуется услугами компании Оранж. Представляете, о чем это говорит? Если сотрудники не используют свою сеть, значит это очень плохо. Вот. И мы сделали тот же самый вывод. Не стали больше сотрудничать с Плеем и полностью ушли все на Оранж. Все, ребята, на этом всем пока. Всех люблю.